Все, что тебя касается, все, что меня касается, все только начинается, это наше все. Привет всем, кто сейчас вместе с нами. Это программа «Наше все» в студии Виктория Сарада и Андрей Козицкий. Понедельник сегодня, а говорят, в этот день продуктивность работы оставляет всего лишь три с половиной часа. Ну, Андрей, мне кажется, это если на нелюбимой работе работать и на мир смотреть только серыми красками. Друзья, мы вас призываем во всем видеть только позитив. Если что-то случилось, значит, тогда к лучшему. Согласна. Например, выпустила Ольга Бузова новую песню, значит, что? Значит, танец скоро последует. Итак, друзья, у нас сегодня в студии чемпион мира по глупым примерам Виктория Сарада. Ольга Бузова что она сейчас выпустила? Королева глупых примеров. Что новую песню, новую песню. Очень много половин. Нет? Не могу собрать. Я не один. Очень много мейнстрим. Очень много мейнстрим. Ну, она вот вообще типа хайп, да, у нас что-то? Да-да-да-да-да. Вот как раз-таки Ольга Бузова сейчас вот на вершине своего хайпа. Я, кстати, тебе предлагаю поиграть в игру хайп или анти-хайп. Ну, вот, проще говоря, нравится-не нравится. Я буду показывать тебе последние популярные тенденции, а ты будешь называть свое отношение к ним. Ну, вот прям так. Хайп, анти-хайп. Итак, ты дышь. Фиксики, фиксики. Да я как фиксики делаю. Итак, давай, ну что, давай, давай. Итак, давай, первая картинка и... Первая картинка. О, ага, это круто. Это круто. Это фильм «Оно». Фильм «Оно». Я смотрел старый фильм «Оно». На новый еще не сходил. Нету денег. Нету денег. Схожу, обязательно схожу. Если он закончится. Ну, так хайп или анти-хайп? Это хайп. Это хайп, друзья. Хайп «Оно» — это хайп. Потому что сейчас все, по-моему, вешают шарики, да, там, из этих, из люков. Из люков. Вот. Хорошо. Сейчас все боятся даже, когда в сообщениях шарики отправляют. Ну, ладно, идем дальше. Сросшиеся брови, как у господина Брежнева. Итак, все. Сейчас покажет нам режиссер эфира. Вот. Причем, это реально у девушки свои такие брови, никакого татуажа, ничего. Не подумайте, да, это не режиссер нашего эфира. Это английская модель, которая вот, ну, никак не корректирует свои... Английская модель, которая... у которой зеркало по лоб. И она не видит, что у нее дальше находится. Анти-хайп, анти-хайп. Где моя кнопка? Где моя кнопка? Ладно, идем дальше. Ага. Вот сейчас. Какое платье ты видишь, какого цвета? Я вижу. Вот этот дурацкий, вот этот вопросник. Я сейчас вижу его бело-золотое. Серьезно? Бело-золотое. Ну, вот почему? Вот у кого бы я не спросила, оно... Вот все говорят, что бело-золотое. А я вижу синий-коричневое. Ну, вот правда, уже два года или сколько... Да больше. Я хотел протереть тебе глаза. Уже около пяти лет прошло, когда это платье просто заполонило интернет на целую неделю. Все обсуждали, все ссорились, спорили по этому поводу. Ну, вот у меня до сих пор оно синий-коричневый. Ну, вопрос такой. Хайп или анти-хайп? Анти-хайп. 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 Хорошо. Следующее. Айфон. 80 тысяч за новый. Хайп. Это хайп. Это хайп, друзья. Будешь брать, возьми две. Я просто забыл, что такое хайп и анти-хайп. Или забыл, что такое айфон. Я забыл, что такое айфон. Хорошо, ну и последняя картинка, которую я хотела тебе на сегодня показать. А ты знала, что, короче, вышел? Да-да. Подожди, картинка. Картинка, подожди, стой, я отвлекусь к айфону. Можно продолжить тему айфона? Вот вышел айфон же 8, 8 плюс. 8 икс. И какой? Нет, 8. Икс, икс просто икс. Тен. Тен? Айфон Тен. Корейский, корейский айфон. Айфон Тен. Вот я абсолютно хихихихил. Вот это хайп, вот это хайп. Хорошо, следующую картинку. Давайте еще раз картинка. Итак, ох ты ж. Вот это посередине полосочка для меня специально здесь, чтобы я туда не влезла. Ну я имела в виду под этой картинкой спорт. Да спорт это всегда хайп. Спорт это всегда хайп. Хайп? Да. Отлично, я с тобой согласна. Кстати, неделю, да? Да. В нашей программе мы начинаем со спорта. Друзья, в прошлой программе... Мы хайпанули. Мы хайпанули чуточку, я вот прям чуточку хайпанул. Друзья, в прошлой программе тренеры нам показывали технику выполнения базовых упражнений. Если не успели посмотреть, заходите на наш сайт телемикс.тв. Там есть выпуски. А сейчас... А сейчас мы предлагаем вашему вниманию тренировку рук для новичков. Смотрим, записываем название упражнений и запоминаем технику. Два года Анастасия занимается в тренажерном зале. Цель не становиться фитоняшкой, а поддерживать физическую форму. Проверить тренировку рук для новичков девушка согласилась сразу. Жим гантелей стоя – базовое упражнение на плечи. Одновременно задействованы передняя и средняя дельты. Выполнять его лучше при массонаборе. Жим позволит добиться шарообразной формы плеч. При выполнении ноги должны быть жестко зафиксированы, а корпус не должен раскачиваться. Работать лучше с маленьким весом. Гантели меняем на штангу и выполняем тягу к подбородку. Это многосуставное упражнение, направлено на развитие дельт и трапеций. Поднимайте штангу аккуратно, поскольку такой вид тяги травмоопасен. Аналог упражнения с гантелями намного безопаснее. Вновь берем гантели и прорабатываем средние дельты. Для маха в стороны подойдет маленький вес. 3-4 килограмма достаточно. Исходное положение – локти немного согнуты и смотрят назад. Три подхода по 15 раз будет достаточно, если прорабатывать дельты суперсетом с подъемом блина перед собой. Такая тренировка лучше подойдет девушкам, желающим набрать мышечную массу. О жирожигании расскажем в следующей программе. Ну что же, такая тренировка отлично подойдет для девушек. Естественно, естественно. Для девушек подходит к себе тренировку. Друзья, ну для начала, если вы начинаете тренировки, то лучше выбирайте такие упражнения, которые сразу на несколько суставов направлены. А уже после можно разбивать вазы, тарелки, можно все что угодно. Андрей, ну я предлагаю тебе… Вот мы показали упражнения для девушек, да? А сейчас я предлагаю показать нам упражнения для парней тоже, которые направлены на проработку верхней части тела. Я бы даже сказал, упражнения для настоящих мужчин. Да, Андрюш, молодец. Не просто так я принесла 15-килограммовые гантели, которые ты мне помог. Которые не просто так я тащил, которые… Да, так вот, берем гантелю. Берем одну? Ну бери одну пока. Тяжело? Да, какое тяжело, ты что смеешься, мистер Олимпия. Тогда вторую бери сразу. Ну ты прикалываешься. Давай, хорошо, вторую. Итак. Прикалываться – мое второе имя. Итак. А, сейчас упражнение будет называться «Мафи гантелями в наклоне». То есть наклоняешься вот так. Я уже устал. Наклоняешься, делай. Вот так немного спину сверну. Давай. Итак. Сейчас мой тренер подрел. Да сверни чуть-чуть. Вот так. Ну ты выпрямился сильно. Вот так. Да вот так. Да я качок. Вот как качок встал. Давай, давай, давай. Ну что? И теперь вот так вот, да. Только по голове мне не стукли. Да, какой ты что смеешься. Я буду делать их очень лениво, потому что все-таки сегодня понедельник. Хорошо. Сколько тысячу раз? Можешь две. Ты сейчас. Дел, дел, дел четыре. Нет, лучше три подхода по 10-15 раз. Вот. Дальше махи гантелями в стороны. Махи гантелями. Вот так делаешь. Ну вот так вот. Ну и что? И подни. Вот так вот. Да. Ну ты... Сопу не выводится, понимаешь, как бы. Согни ручки. Я согнул ручки, хорошо. Такая тренировка вообще просто, ну, хорошо, что мой тренер... Я первый раз в вашем тренажерном зале. Ладно. Тогда следующее упражнение называется шраги. Когда мы будем есть? Когда мы будем есть, скажи мне. Сразу после тренировки. Хорошо. Давай. Шраги, как думаешь, что нужно делать? Улыбаться? Шраги. Нет. В общем, вот. У тебя исходное положение. Так. Встал? И теперь. Та-та-та-ра-ра-ра-ра-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Можно постоянно делать шраги одни и все? Ну, можно. Кстати, их нужно делать. Шраги. Я бы что-то по шраги бы немножко. Сделал шраги, пошел в шраги. Да, хорошо. Кстати, такое упражнение нужно выполнять тоже три подхода по 10-15 раз. Вот. Ничего, что у меня тридцатка в руках сейчас тут уже несколько минут. Нормально. Здорово, здорово. Просто здорово. Здорово, здорово, здорово жить. Что? Клади гантели. Самое, что интересно, все эти упражнения можно выполнять очень легко в домашних условиях. И они помогут вам прокачать верхнюю часть вашей... Челюсти. Ну, челюсти. Ну, конечно, если ты будешь гантелями в разные стороны и так вот, и кто-нибудь мимо будет проходить, то и челюсть, конечно же, сможет прокачать. Но нет. Андрей. Андрей. Сейчас я предлагаю тебе немного сменить. К тренировкам мы чуть позже вернемся. А сейчас я хотела бы тебе, знаешь, что рассказать? Что? А я бы хотела тебе рассказать, что... Вика так любит мне много чего рассказывать просто, друзья. Нет, на самом деле, на самом деле, спустя 31 год в Припяти заработало колесо обозрения. Представляешь? И туристы из Польши вручную раскрасили главную достопримечательность зоны отчуждения и запустили ее механическим способом, то есть без электричества. Ну, как обычно в социальных сетях люди разделились на два лагеря. Одни посчитали поступок туристов вполне человеческим, да, ну, а другие намерены подать жалобу, я зачитаю, да, Госагентство Украины по управлению зоной отчуждения, потому что такой запуск колеса обозрения может, мог, по их мнению, то есть навредить самим этим туристам. А также из-за этого Припять могут назвать местом аварийного состояния и туда перестанут пускать туристов. Вот. И не сможем заработать, да? А ребята, наоборот, хотели запустить... Ну, да, они хотели сделать... Начать с малого. Да, и, собственно говоря, их поступок, в принципе, и стал, скажем так, открытием колеса обозрения, потому что его построили в... его построили в марте, планировали открыть это колесо обозрения на майских праздниках, но в апреле, да, как мы все знаем, что, ну, случился взрыв на реакторе и, собственно говоря, колесо так официально не было открыто. Ну, а ты как считаешь, это правильно было запустить колесо или нет? Ну, знаешь, смотря на все фотографии зоны отчуждения, все, что там происходит сейчас, какие там есть графики и все остальное, ну, это страшное зрелище, честно, страшное зрелище, по мне так. Но, в принципе, в принципе, почему нет? Ну, почему нет? Ну, знаешь, я с тобой согласен. Еще одна история, которая меня поразила, честно, поскольку я не очень верю в женскую дружбу. Новости из-за рубежа, из Америки. Новости из-за рубежа из Америки. Америка – это за рубеж. Знаешь про кого? Про Селена Гомес. Селена Гомес – это актриса, певица. Да, так вот, она принесла операцию по пересадке почки из-за осложнения, которое вызвала Волчанка. И вот как раз-таки донором для актрисы стала ее подруга, американская актриса. Как думаешь, ее зовут? Франция Раиса. Франция – страна женщина. Страна женщина. Да, ну вот она очень такой хороший, добрый поступок сделала. Она пожертвовала свою почку Селени, и вот этой новостью Селена поделилась со своими подписчиками. Конечно же, новость сразу разбежалась по всему миру. Ну, Селена далеко, но мы ей желаем здоровья. На самом деле, женская дружба, если она есть, то это очень круто. Да, вот если верить в женскую дружбу, то только в такую. Согласна. В общем, друзья, делайте добро. И, кстати… И, кстати… И, кстати… Делайте добро. И, кстати, если вы хотите, чтобы добро возвращалось… Ну, что в голове происходит такое? Гав, гав. Все верно. Все верно. Первый, кто нам вернет каплю добра, это, конечно же, животные. Вот, давайте посмотрим рубрику, и, может быть, кто-то из них станет питомцем в вашем доме. Да. Всем привет, с вами Алиса Романенко, и это рубрика «Наши питомцы». Сегодня мы познакомим вас с очаровательным мальчиком. Возможно, его потеряли, по крайней мере, будем надеяться, что у него были или будут хозяева. Он очень хороший, активный, здоровый мальчуган, очень веселый, проблем не создает. Будет примерно среднего размера, он подойдет как в квартиру, так и для охраны. Если вас заинтересовал этот замечательный малыш, звоните по номеру, который вы видите на экране. Вика, вот скажи, вот, хотелось бы спросить, какой вот ты бы образ хотела бы на себя примерить? Кофейного напитка. Образ кофейного напитка? Ну, тогда все, что? Я уже давно в этом образе, я скажу так. Ну да, молодец, бодрись, дружок мой. Вот он. Анна. Ну ладно, почему ты... Красивое имя, вкусный кофе. Ладно, рассказывай, почему ты спросил. Ну, не знаю, какой бы образ я хотела. Наверное, какой-нибудь из детства, там, Sailor Moon. Шипакляк. Шипакляк, моя любимая. Не знаю, как. Баба-Яга, моя любимая, я ее прям обожала. Вот ступу бы мне, ступу. Ступу? Да. На машину поставить новую ступу, которая мотает, да? Нет, нет, нет. Хорошо, в общем, Вика, 24 сентября в нашем городе пройдет косплей-фестиваль. Вот, я бы, знаешь, хотел бы переодеться, знаешь, в кого? В кого? В успешного человека. Переоделся бы в успешного человека, в любого, такого, как Юрия Лоза. А почему и нет? Ну, почему бы и нет? Ну, а ты? Ну, я тебе сказала, ты будешь Юрия Лоза, а я буду Баба-Яга. Отличная пара. Я буду Юрия Лоза, а ты будешь мой плод. Хорошо. Цветы из бревен и слов. Вот, ага. Ладно, хорошо. Ну, я, кстати, вот была на подобном мероприятии, это был то ли фестиваль, то ли это был Хэллоуин, не помню. То ли Масленица. То ли Масленица. То ли День независимости Венгрии. То ли День рождения мой это был. Ну, ладно, вот такая доля женская, да, память как у золотой рыбки всего три секунды. Но мне запомнился один костюм. Девочка называла себя Мама Эмиритус. Вот так. Таким вот шедевром, между прочим, друзья. Ну, это правда шедевр. Она работала целых три месяца, представляешь? Результат, конечно же, понравился всем. И этот персонаж был самым востребованным для селфи. Все подходили. Друзья, в общем, если вы собираетесь на фестиваль косплея, то выкладывайте свою подготовку в Инстаграм. Отмечайте нас на фото, и мы обязательно расскажем о вас в своих эфирах. Название нашего профиля «Собака. Наши все» нижнее подчеркивание «ТМ». Впереди короткая реклама, ну а после мы продолжим. Продолжение следует... 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 мутант, может быть. Что это такое? Что это? Почему рот на пузе? Ты знаешь, ты, мне кажется, обычный отдыхающий в Таиланде через две недели, я тебя умоляю. Два рта, чтоб пить больше. Настоящий русский в первый день. На самом деле, это... Ну, шокирует кого-то, да, но для нас это не страшно вовсе, потому что существо, которое взбудоражило весь интернет, это довольно распространенное. На юге Приморья у нас рыба-лягушка. В России это не промысловый вид, то есть они могут случайно только попасть в сети, за ними их специально не вылавливают, да, ну и, собственно говоря, попадая в сети, они пугают рыбаков. Ну, я бы тоже специально такие рыбы не вылавливал. Вообще, рыба-лягушки, они способны загладывать воду, значительно увеличиваясь в размерах. Когда рыба раздувается, напоминает мяч с хвостиком. Всю жизнь рыба-лягушки проводят вдали от суши на максимальных глубинах. Ну, а... Идут на нерест. Да, идут на нерест, а они вот как раз-таки к берегу приближаются. Ну, вот, может быть, поэтому ее и поймали, да? Ну, а после нереста самка, к сожалению, погибает. Ну, а самец остается охранять икру. Настоящий мужчина. Русский рушник – это целая кладезь женского мастерства. Потому что рушники вышивали, создавали в самых различных семьях и тоже в самой древности. Существует несколько разновидностей рушников, которые представлены в нашем музее. Это и обрядовые рушники, это и сюжетные рушники, это и крестильные рушники, рушники, которые называются свадебные. Одним из самых древних или старинных рушников является рушник, который готовился, или так называемый свадебный рушник. И обязательно отец и мать встречали жениха с невестой. Вот я вот так вот покажу. Жениха с невестой, сюда ставили хлеб и соль. Это обычаи, это обычаи этого рушника. А еще есть рушники богословенские. И одним из таких рушников является рушник, который находится в нашем музее. Обычно такие рушники были очень яркие, красного цвета, символизирующие, тоже символ жизни. И оба конца рушника спадали, припадали к земле, соединяя дом с землей. А верх рушника покрывали икону. И это так называемый красный угол, который в каждой русской избе почитался очень и очень сильно. Ну что ж, друзья, пришла пора подводить итоги. Будьте всегда в тонусе, будьте всегда бодры и помните, что не убивает, делает нас сильнее. А еще сильнее нас делает физическая нагрузка, друзья. Забавно это услышать от человека с пузиком. Ну, с пузиком забавно. Так как я железо не поднимаю, а вот поднимаю только кружечки ароматного кофе. Сегодня уже сделал 9 подходов по 15 раз. Ну, каждому свое. Друзья, помните, каждый понедельник мы объявили спортивным днем. Завтра Ульяна Жаула и Илья Зазуля попытаются помочь книге. Ну, а как это будет, увидим завтра. Ну, а сейчас компанию вам составляли Виктория Сарада. И Андрей Козицкий. На сегодня все. Наше все. Все, что тебя касается, все, что меня касается, все только начинается. Это наше все. У-у-у-у-у-у-u У-у-у-у-у Продолжение следует...